Это актуальное интервью в студии Сергея Мехедов. Здравствуйте. 2024 год объявлен в России годом семьи, а в Якутии годом детства. О сохранении здоровья детей, создании благоприятной и здоровой среды для развития подрастающего поколения мы поговорим сегодня. Гостя в студии Вера Босикова, главный внештатный педиатр Министерства здравоохранения Республики Саха, Якутия. Вера Ильинична, здравствуйте. Здравствуйте. Вот каковы основные итоги и достижения в педиатрии Якутии за прошлый год? Состояние здоровья детей и укрепление здоровья подрастающего поколения является одним из приоритетных задач и направлений нашего государства в целом и нашей Республики. Тем более значимость данного направления актуальна в настоящее время в связи с провозглашением года семьи в России и года детства в нашей Республике. Основное внимание, конечно же, будет уделено нашему детству, детскому населению, его проблемам. Конечно же, значительный вклад в состояние укрепления здоровья детей привносит не только система здравоохранения, но и все отрасли, как мы знаем. То есть это межведомственный комплексный подход для укрепления состояния здоровья детского населения нашей Республики. Если говорить об итогах деятельности педиатрической службы Республики, то, конечно же, это достижение наших целевых индикаторов в рамках национального проекта здравоохранения и также достижение основных медико-социальных демографических показателей нашей Республики. Так у нас в 2023 году снижено, значительно идет снижение показателей как детской смертности, в том числе младенческой смертности, заболеваемости детей. Наши средние показатели значительно ниже средних значений среди регионов по Дальнему Востоку, также и в России в целом. Также у нас сохраняется высокий показатель рождаемости и сохраняется естественный прирост населения. Также у нас повышен показатель выживаемости детей, которые родились раньше срока, с очень низкой, экстремально низкой массой тела. Все это, конечно, показывает эффективную деятельность нашей акушерско-гинекологической, неонатальной и республиканской педиатрической службы Республики. У нас с 2019 года утверждена региональная программа развития детского здравоохранения в рамках федерального проекта развития детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детскому населению. И в рамках данной программы у нас выполнено переоснащение, дооснащение детских структурных подразделений, поликлинических отделениях, медицинских организаций, современным медицинским оборудованием. У нас за эти 4 года оснащение прошли 40 медицинских организаций. Было закуплено современное медицинское оборудование для оказания медицинской помощи детям, в том числе электрокардиографы, портативные аппараты УЗИ исследований и оснащение офтальмологического кабинета и кабинета врача-отолеринголога в целях оказания своевременной, доступной, качественной медицинской помощи детям. Также в этих же медицинских организациях у нас проведено и проводится, будет проводиться принятие организационно-планировочных решений для комфортного пребывания детей, маленьких пациентов и их родителей. Также особое внимание у нас уделяется детям с ограниченными возможностями здоровья, в том числе по организации доступной среды в медицинских организациях. В целях оказания и достижения целевых индикаторов у нас организована с 2011 года трехуровневая система оказания медицинской помощи. То есть все наши медицинские организации разделены на три уровня в зависимости от их клиникодиагностических возможностей. На первом уровне медицинские организации, которые оказывают первичную медико-санитарную помощь, это все центральные районные больницы, в том числе фельдшерско-акушерские пункты, участковые больницы, врачебные амбулатории. Ко второму уровню у нас относятся медицинские организации, которые оказывают специализированную помощь детям. И третий уровень – это у нас оказание специализированной, в том числе высокотехнологической медицинской помощи детям. И на базе медицинских организаций третьего уровня у нас организованы дистанционные реанимационные консультативные центры, которые оказывают практическую консультативную помощь всем врачам районных больниц в круглосуточном режиме. И оказывают помощь при транспортировке тяжелых пациентов в медицинские организации высокого уровня для оказания специализированной медицинской помощи. Также у нас с 2023 года внедрем расширенный неонатальный скрининг на 36 наследственных врожденных заболеваний у всех новорожденных детей. Ранее, если проводился неонатальный скрининг на 5 заболеваний, то сейчас у нас с 2023 года проводится исследование всех новорожденных на 36 наследственных врожденных заболеваний. Чем раньше выявится такая тяжелая патология у новорожденного ребенка, тем начнется ранее корректирующее лечение и сохранится у маленького пациента качество жизни. Также у нас повсеместно проводится аудиологический скрининг всех новорожденных на выявление нарушения слуха и пренатальный скрининг всех беременных женщин для выявления тяжелой патологии со стороны плода. Также в рамках данной региональной программы развития детского здравоохранения у нас основным направлением является развитие профилактического направления в педиатрии. То есть это у нас повышен охват профилактическими медицинскими осмотрами несовершеннолетних и диспансеризации детского населения. В этих целях и целях повышения доступности и качества медицинской помощи детскому населению по инициативе главы нашей республики Айсена Сергеевича было создано структурное подразделение региональный центр мобильных бригад для охвата как раз таки вот малодоступных, труднодоступных населенных пунктов в районах арктической зоны. Региональный центр мобильных бригад у нас сформирован с учетом всех требований порядков оказания медицинской помощи, в том числе и детям. Сформировано 6 многопрофильных специализированных детских бригад, которые у нас охватили в предыдущем году, в 2023 году, все 13 арктических районов по оказанию педиатрической помощи детям из арктической зоны нашей республики. И в целях оказания также им практической, методической помощи будут выезжать и в этом году, вылетать мобильные бригады в эти районы и будут проводить повышение охвата профилактическими медицинскими осмотрами несовершеннолетних. Также у нас в рамках федерального проекта с этого года, 2024 года, разработан и будет утверждаться проект «Борьба с сахарным диабетом». В этот проект на основании федерального проекта он разрабатывается, и включены мероприятия не только взрослых, но и детей, которые страдают с сахарным диабетом. Основным мероприятием будет обеспечение всеми необходимыми медицинскими изделиями и лекарственными препаратами детей, маленьких пациентов, которые у нас страдают с сахарным диабетом как первого, так и второго типов. Также у нас разработан и внедряется проект «Региональная модель здорового питания обучающихся в школах», где обязательно будет разработка меню с включением местной продукции для наших детей, для наших северных детей, и с учетом витаминизации, что необходимо с учетом колоража и необходимых витаминов, минералов для развития детского организма. Одно из основных достижений прошлого года – это рождение миллионного жителей в Якутии. Это, наверное, основной демографический показатель, который показывает то, как у нас развивается педиатрическая служба. Какие планы по развитию детских медицинских учреждений в этом году? И вообще какие планы работы на этот год? Ну, конечно же, рождение миллионного нашего маленького жителя – это большой прогресс в нашей республике и большое значимое событие. Мы этого ждали очень давно и дождались в 2023 году. В части детского населения у нас отмечается очень положительная тенденция, идет рост количества детского населения, и это очень благоприятно влияет на наши все показатели, но и за счет высокой нашей рождаемости в нашей республике, которая у нас выше средних значений как по Дальнему Востоку, так и по России в целом. Ну, какие основные моменты по году детства? У нас разработан план основных мероприятий, приуроченный к году детства в 2024 году. И основными моментами, конечно, у нас будет внедрение здоровоизберегающих технологий в оказании медицинской помощи детям, инновационные методы в оказании специализированной высокотехнологической медицинской помощи также детям. И особое внимание будет уделяться сохранению репродуктивного потенциала среди детей и подростков. Также будет проводиться работа по развитию профилактического направления в педиатрии, то есть также будут вылетать у нас региональный центр мобильных бригад, специализированные бригады будут проводить, оказывать специализированную помощь на местах, то есть в районах. И профилактическое направление среди школьного сообщества, то есть у нас будет внедряться региональная модель, как я говорила, выше по здоровому питанию обучающихся. Также у нас в разработке находится проект борьба с ожирением среди детского населения. Как вы все понимаете, что у нас в связи с тем, что внедрены дистанционные технологии обучения. К сожалению, у нас рост идет в части заболеваемости детей как болезнями органов пищеварения, болезнями эндокринной системы. В связи с этим у нас также разработан и будет утверждаться проект борьба с сахарным диабетом, как я говорила выше, и включаются туда все межведомственные мероприятия не только по системе здравоохранения, но и по всем отраслям, привлеченным к этой цели. Также на целях оказания доступной и качественной медицинской помощи будет организован подростковый центр, который именно будет курировать репродуктивное здоровье подросткового населения. То есть будет увеличен охват профилактическими медицинскими осмотрами, углубленными осмотрами, диспансеризацией касаемо данной возрастной категории детей до 15-17 лет. И будут осмотры проводиться врачами, детскими гинекологами, детскими урологами, андрологами. И будут разрабатываться рекомендации для укрепления состояния здоровья детей. Самое главное также в рамках первичного модернизации, первичного зима здравоохранения. Также будут вводиться новые объекты здравоохранения. Будут планироваться организационно-планировочные решения в детских поликлинических отделениях для комфортного пребывания наших маленьких пациентов с учетом детей, конечно, со статусом инвалидности и детей с ограниченными возможностями здоровья. Ну что ж, Вера Ильинич, показатели достойны. Желаем дальнейшего развития нашей педиатрической службе и достижения всех поставленных целей, и, конечно же, здоровья нашим детям. Спасибо. А я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...